Добрый день, уважаемые родители! Мы снова встречаемся в нашей импровизированной студии. Сегодня у нас в гостях в нашем центре семья из Казахстана, далекого, но уже близкого. Вот рядом со мной сидит Баджан, Аман. Рядом впервые у нас на записи присутствует папа, что очень интересно. И, соответственно, будут вопросы. Вот они приехали к нам с детьми. И, пожалуйста, вот, наверное, первый вопрос к Баджану. Расскажите немножечко о вашей семье, о том, что же вас к нам привело, почему вы здесь. Вот небольшую историю, поскольку вас сейчас видят и слушают люди практически со всего мира, в любой точке мира с интересом смотрят. Вот мама, папа, нуждающиеся в определенной помощи. И, конечно, им будет интересно, что же вас к нам привело, почему вы здесь. И вот кратенько, пожалуйста. Ну, я хотела сказать сначала, что надо верить, вера, и после этого надежда. Ну, если перейти к моему сыну, он с рождения не разговаривал, у него были такие моменты капризы, он головой ударялся об стенку. Ну, в общем, такие были моменты, когда я не могла с ним справиться. Ну, вот, когда мы нашли Давида, вот, Аркадия в том числе, Иосифу, мы решили, что мы обязательно приедем сюда. И у нас произошли такие хорошие изменения. Алихан стал понимать лучше. Он стал хорошо относиться к детям. Когда ему показываешь какую-то вещь, он приносит. Если говоришь ему включи свет, выключи свет, он включает, выключает. Ну, в общем, хорошо улучшилось понимание речи. И когда мы первый раз пришли к Давиду, ну, у него в лобных долях увеличились, ну, как бы сказать это, ну, кости черепа увеличились. Изменились. Изменились кости черепа. И это тоже было такое… Я прошу прощения, вы имеете в виду, пришли, то есть вы занимались с Давидом сначала дистанционно… Да, мы занимались дистанционно. И вот какие изменения уже тогда были? Да, тогда тоже произошли изменения. Мы, ну, как бы, понимание у него улучшилось. Он реагировал, реагировал, как бы, правильно на все. Еще он боялся воды, когда ему голову моешь, он боялся воды. Боялся воды или прикосновения к голове? Нет, голове, прикосновения воды к голове. И вот сейчас вот, когда после сеанса Давида, он сейчас уже не боится воды. На голове он, когда душем поливаешь ему воду, он уже не капризничает. Есть определенные изменения. Есть изменения определенные. Сейчас мы к этому вернемся, вот пользуясь случаем, что у нас папа здесь. Вы знаете, у нас вот в определенных вот предыдущих разговорах с мамами, которые у нас были, сообщения вот в чате, обращения к нам, звонкам, очень возникает такой часто вопрос и такая проблема. Вот, а мама, у меня к вам вопрос очень часто. Говорят о том, что папы, они как бы вот, ну, не поддерживают. Они вот отдаляются, они дистанцируются от проблемы. Они стараются от нее уйти и как бы вот, по большей части, обвиняем маму непосредственно в том, что она во всем виновата. Вот скажите, ваше мнение и ваша позиция как отца, вот, который, ну, ждал ребенка долгожданный. Вот рождается ребенок как бы не совсем здоровый. Вот как вы себя проявили, вот, себя проявили в этот момент. Вот, как бы, расскажите папам больше. Вот обратитесь к ним. Как вот ваши ощущения и ваша позиция по этому поводу? Это очень интересно. Когда ему исполнилось три года, мы были на приеме психолога и нам сразу как бы по голове шарахнули, сказали, что аутизм у ребенка. И первое время, конечно, это был для нас шок. Особенно вот для Бахчан я более так... Более крепкий. Да, более крепкий, так стойко перенес. Но у мамы, конечно, была определенная депрессия. Но я всегда старался поддерживать, потому что мы одна семья. Это наш долгожданный сыночек, ребенок, который родился уже через двенадцать лет после нашего сына последнего. Поэтому моя задача была всегда поддерживать Бахчан, потому что такая каждодневная нагрузка, конечно, ложилась на нее. Водить в садик, приводить в садик, там, кормить, одевать, умывать. Я морально старался поддерживать. Ну и по выходным, по вечерам, конечно, часть ее забот я как бы на себя принимал. Но я думаю, что в каждой семье папы должны по мере возможностей поддерживать. Вот, да, я хотел, чтобы вы, ну, как бы обращаясь к папам в основном, сказали, вот, даже не ваше мнение и пожелание, а вот такое, как бы, поделились опытом своим. Потому что если семья, вот, если, скажем, да, все это вместе, то это, наверное, и переносится легче. Да, в этом плане папы должны, как бы, вносить спокойствие в семью. Потому что, ну, мамы, наверное, так острее переживают. Более эмоционально. Да, более эмоционально. Они, потому что каждый час, каждую минуту сталкиваются со своим ребенком. Папы должны в этом плане вносить спокойствие в семью. Поддерживать, когда спокойна атмосфера, и ребенок более спокоен. И я думаю, что легче и воспитывать, и поддерживать. То есть вот я попробую сейчас так обобщить, да, то, что вы сказали. То есть, на самом деле, если мама в ежедневных вот заботах, в моментах, скажем, постоянного, постоянной работы с ребенком, то папа, наверное, роль, ну, поправьте меня, если не так, это создание такого семейного психологического климата. Это вот такого оазиса, да, который оказывает благотворное влияние не только на всю семью. И вот теперь вопрос, Баджан, у меня, скажите, вот были ли у вас мысли о том, что, скажем, ну, вот это вот, все это, как бы, вот, неизлечимо, вы с этим остаетесь на всю оставшуюся жизнь. Или вот буквально с первых моментов, когда вот, как Номан сказал, вот шарахнули по голове, была мысль, вот идея, что ребенка можно излечить? Нет, у меня никогда не было таких мыслей, чтобы, что он у меня неизлечимый. Я всегда верила, что у меня ребенок поправится, обязательно поправится. И, ну, как бы сказать, это, я верила, что он выздоровеет и будет всегда нормальным человеком. Вот, я одну секунду вас прерву, потому что это очень важный момент. Не, чтобы не было подмены веры вот в кого-то конкретного, допустим, в кого-то специалиста или в какого-то, там, я не знаю, может быть, в какую-то мистическую силу или в какую-то еще. Речь идет не об этой вере. Речь идет о вере, как таковой, о том, что ребенок обязательно должен вылечиться. То есть, еще не знаем как, еще непонятно какой путь, да, но что он обязательно будет здоров. Вот об этом мы говорим. Да, да, я об этом, как я говорю. Да, вот чтобы это прозвучало, потому что, как бы, вера, она может принимать совершенно разные формы, вот. Но мы говорим о, даже не просто о желании, а мы говорим о, вот, каком-то внутреннем стержне, каком-то внутреннем осознании, что ребенок должен быть здоровым. Да. Вот, Аман, скажите, вот, опять же, да, наверное, одно из уникальных моментов, когда вот папа приехал и папа с нами, вот, скажите, а у вас вот такое ощущение тоже было всегда или были все-таки какие-то колебания? Ну, давайте откровенно признать, что вы еще о жене не говорили, но где-то вот подспудно было такое. Или изначально вы ее поддерживали, вот, даже внутренне. Такой секрет откройте нам. Здесь, как бы, секрета нет. Мы все моменты с нашим сыночком, с Бахжан делимся, поэтому у нас, как бы, видение одинаковое. Я лично всегда верил, что мы своими усилиями его поднимем на ноги и поставим. Поэтому любую возможность мы старались использовать. По интернету, какие-то там лечения, ездили на электрорефлексотерапию. В Оренбург. Да, в Оренбург ездили, в Парнаул, потом, ну, другие виды лечения. Мы ничего не упускали, старались использовать каждый шанс. Но у нас Вера уже с общением с Давидом, с Иосифой, с вами... Вот я, извините, да, я влезаю, так сказать, да, просто, как бы, в качестве комментария и уточнения. Вот Бахжан, как бы, нам сказал, а вот интересно ваш взгляд на результаты, на то, что происходит с ребенком. Все-таки, ну, вы меньше, скажем, да, сталкиваетесь с ним из-за того, что там приходится работать и так далее, и так далее. Вот, то есть вы его, ну, немножечко реже видите, не постоянно, а вот, скажем, да, в какие-то моменты. Вот, на ваш взгляд, результаты, какие есть и когда они появились, в общем-то, вот, чуть подробнее. Сейчас очень заметно, что он намного лучше стал понимать, как уже Бахжан сказала. Раньше мы какую-то просьбу или указание доносили достаточно настойчиво, пока вот не обратишь его внимания, он сам по себе был. А сейчас с одного, ну, с двух раз он все это понимает и начинает выполнять просьбы, что-то принести, что-то подать или что-то сделать. Я думаю, что это очень большой прогресс. И он начал своими развивающими мультиками как бы разговаривать, насколько он сейчас умеет. И очень видно, что он мотивирован разговаривать. То есть он сам хочет, он стремится. И вот интересный такой момент. Вот мы убеждены, что вот такие дети, дети, ну, необычные, не такие, как все, они стоят в себе, вот пока скрыты, мы пытаемся раскрыть не просто путь, как бы, к выздоровлению, а путь к открытию каких-то необычных, интересных способностей. Вот я обратил внимание, вот мы общаемся с Рейханом, что у него какая-то очень интересная, очень необычная тяга к музыкальным инструментам. Вот расскажите немножечко, когда это появилось, как это вот развивалось, как это вот видится вам, имеет ли это какой-то, скажем, путь в будущее, может быть, это будет какой-то вот, вот как вам видится. Вот это вот достаточно необычное такое увлечение своеобразное. Вот расскажите, поделитесь, это же как-то появилось. У нас старшие дети в свое время, ну, закончили музыкальной школой, дочка по пианино, сын по дамбре. И вот с детства Алихан как бы рос, когда сестра или брат взяли на инструменты. В музыкальном окружении, да. И, возможно, вот это повлияло. Потом он очень много вот смотрит разные развивающиеся мультфильмы. Именно вот такая вот тяга. То есть скажите, вот как вам видится, вот поправиться будет хороший ребенок, а вот в дальнейшем, вот есть ли у вас, ну, какая-то, опять же, да, вот это слово, какая-то вера, какая-то уверенность в том, что это ребенок пришел в этот мир с какой-то целью, с какой-то задачей. Вот как вы видите, как вы планируете его будущее? Вопрос, конечно, хороший. Конечно, хороший для этого, да, мы задаем, хорошие вопросы, непростые, но интересно. Ну, у нас желание есть развивать вот его сейчас стремление вот к музыкальным инструментам. Бахжан уже как бы водила в музыкальную школу. Вот, вот расскажите, да, рассказалось бы, вот необычный ребенок, все, и вдруг музыка, музыкальные инструменты, музыкальная школа, когда... Ну, чуть-чуть поподробнее немножко, как он вас принял. Я его водила, сначала он играл на синтезаторе, там был молодой парень, он создал школу виртуозы, и он занимался с ним, потом, ну, мы ходили к нему в мае месяце, потом у него стали каникулы, после каникул он сказал, что можете потом прийти посещать. Потом я его записала в музыкальную школу, в музыкальной школе Ирина Леонидовна преподавала ему, он знал ноты на пианино, играл, ну, как бы он сильно уставал. Понятно, но ему нравилось, он с удовольствием все. Ну, ему нравилось, да. Ну, вот мы потом уехали сюда, и... То есть, насколько иного, вот поправьте, да, если не так, насколько я понимаю, вы видите, вот, возащая сына, вот как, ну, скажем, музыканты, наверное, музыканты необычного, потому что, вот, как я с ним общался, его тянет к разнообразию музыкальных инструментов, наверное, он вот стремится, как бы, охватить, вот, по максимуму, да? Да. Согласны со мной? Вот, спасибо вам большое. И наш традиционный вопрос в заключении, вот, ну, хотелось бы, скажем, да, чтобы вы по отдельности сказали, может быть, даже не повторяя друг друга, вот вы впервые, впервые в Израиле, да, вот, ваши ощущения, ваши впечатления от страны, от Израиля сначала, ну, и от того, как вот вы пересекли порог нашего центра, как вы, вот, что вы почувствовали, есть ли какая-то, вот, специфика земли, специфика в нашем центре, что вам, вот, чисто ваше впечатление, вот, абсолютно откровенно, как бы, для родителей, вот, просто интересно, что вы чувствуете, даже нам интересно. Ну, что сказать здесь, очень благотворно влияет вот этот воздух и духовность здесь такая есть большая. И здесь атмосфера такая, ну, как, не передать словами, как-то, невозможно выразить это, ну, воздух чистый, земля священная, и получаешь здесь такое духовное, такое духовное насыщение здесь, на этой земле. Аман, ну, вот, ваши ощущения, вот, центра, вот, от нашего, вот, вы перешагнули порог, вы оказались вот в нашем центре, который вы, в принципе, ждали, вы сюда ехали. Вот, ваши ощущения, ваши впечатления, что вы можете сказать, вот, людям, которые вас смотрят, которые, вот, получают от вас какую-то, вот, порцию веры, может быть, надежды, вот, что вы скажете им, может быть, какие-то ваши мысли, какие-то ваши ощущения именно от пребывания здесь, в этих стенах? Когда мы впервые уже начали общаться с Давидом, дистанционно, потом в чате информацию, конечно, получали, ну, и собирались сюда, ехали, мы все это представляли, как это будет. А совпало ваше представление с реальностью? Ну, я могу сказать, что превзошло все наши ожидания, как заходишь, такой уют, теплота, и такие люди прекрасные, вот, это превзошли наши ожидания. Мы очень себя чувствуем спокойно, намного стали, как Бхазан сказал, духовно насыщеннее, и уже, как бы, наши души стали, наверное, чище, очищение происходит, и намного такой легкость чувствуется. Вообще, аура, атмосфера этого центра, этой семьи, не передать слова. Спасибо. И еще вопрос, наверное, уже в заключении. Вот вы неделю, да, здесь в центре, вот дистанционно, понятно, изменение уже прозвучало, а вот за эту неделю работы непосредственно, вот вы столкнулись с работой группы специалистов, здесь, что-то изменилось, что-то произошло с Алиханом, вот именно за вот эту неделю конкретную. Он стал взрослее, стал намного спокойней, раньше какие-то поездки и походы не обходились без определенной истерики. Сейчас он практически все переносит к стойке, никаких особых истерик нет, ну и понимание значительно лучше. Ну и заметно, как уже Багжан сказала, голова изменилась, череп, лоб. Глаза еще увеличились, глаза. Багжан заметил, что... Замечаем, что глаза увеличились у него. Ну увеличились. Правый глаз. Да, и, скажем так, взгляд. Да, и взгляд осмысленный такой стал прям. Да, это важно, потому что глаза, не зря говорят зеркало души, то есть это вот ощущение изменения в коре головного мозга, это я сейчас комментирую как доктор, они, конечно, отражаются и во взгляде, и непосредственно в реакции глаз на окружающий мир, то есть восприятие окружающего мира через зрение, оно очень демонстративно показывает ситуацию. То есть вы, скажем так, вот эта вера, с которой вы приехали, она вас не обманула. Да, не обманула. Не обманула. Ну спасибо вам большое, мы желаем... Я хочу еще поблагодарить Давида, Йосифу, вам, Аркадий, спасибо огромное. Мы хотим вернуться сюда опять. Хотим сюда приехать. Я хочу пожелать всем родителям, чтобы они были внимательны к своим детям особенным, не теряли главное время, потому что нашему... Папам пожелайте что-нибудь обязательно дать. Для них это тоже, я думаю, будет хорошим таким вот информацией, сигналом. Алихану вот 13, конечно, уже это достаточно поздний возраст, поэтому родителям, отцам, папам, мамам не теряйте время, будьте внимательны к здоровью своих детей. И каждый день, месяц, год пропущенный, это потом будет больше затрат, усилий, времени. Сложные наверсты. Спасибо вам большое, Багжан, Аман. Мы, так сказать, очень... Мы будем рады видеть вас снова. И вот на этом, так сказать, приветственном моменте, на этих пожеланиях мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Вот, еще раз напомню, в нашей импровизированной студии была семья замечательная из прекрасной республики Казахстан, Багжан, Аман и вот их сын Алихан, он сейчас на процедурах непосредственно, поэтому мы его здесь не видим. Пожелаем им счастья, пожелаем им исполнения всех их желаний, чтобы их вера и надежда реализовались в полной мере. И в будущем у них вырос замечательный музыкант в семье, которым они могли бы гордиться. И мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, всем здоровья, удачи, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok